Mitsubishi Eclipse Cross вышел на российский рынок совсем недавно, в апреле прошлого года. Однако российское представительство Mitsubishi Motors сообщает, что у дилеров уже доступны слегка обновленные автомобили 2020 модельного года. Основные изменения касаются экстерьера. Так, в декоративное антикрыло, которое делит заднюю дверь надвое, встроены дополнительные габаритные огни. И вся диодная секция теперь светится целиком. На левой стороне багажника больше нет надписи Mitsubishi, а на ее место переехал знак Eclipse Cross. А главным изменением стало пополнение в цветовой палитре. Новый насыщенный голубой цвет с эффектом металлик доступен в России только для моделей Eclipse Cross. Цены не изменились. Напомним, что для нас кроссоверы выпускает японский завод в Акадзаке. Полуторалитровый бензиновый турбомотор сочетается с вариатором, а привод передний или полный. Volkswagen приоткрыл завесу тайной над российским обликом седьмого поколения седана Jetta. Как мы уже знаем, модель построена на модульной платформе MQB и уже выпускается в Мексике и Китае. Для нас же производство еще не началось. Volkswagen пока не называет ни конкретные сроки, ни даже завод. Зато известны двигатели. Это бензиновый атмосферник 1.6, который уже локализован в Калуге, и турбомотор 1.4, который станет российским впоследствии. Предыдущая шестая Jetta в Нижнем Новгороде выпускалась точно с такими же моторами, но коробки будут другие. Атмосферному мотору положена пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат. Турбоверсия только с шестидиапазонным автоматом. Субтитры создавал DimaTorzok